Lynx KF41 Компании Ration и Rainmetal специально объединились для участия в тендере OMF-V, чтобы предложить усовершенствованную версию БМП Lynx KF41. В американской модификации машина будет оснащена двигателем ПТРК ТАУ, системой активной защиты, прицелами третьего поколения, а также комплексной киберзащитой. Согласно описанию программы, перспективная боевая машина будет действовать на поле боя вместе с пехотой и сражаться в ближнем бою. Ее ключевыми задачами будет маневрирование и поражение целей комбинированным оружием. При этом машиной можно будет управлять дистанционно. Умный боеприпас для Карл Густав Совместными усилиями СААБ и Ration Missiles and Defense по запросу Минобороны США в рамках программы по улучшению возможности гранатомета Карл Густав разработали управляемый многоцелевой боеприпас или просто GMM. Его первые огневые испытания проводились в ноябре 2020 года на полигоне Юма. Тогда были использованы как гранатомет Карл Густав, так и новая версия одноразового гранатомета АТ-4. Со слов разработчиков, пуск GMM может проводиться в закрытых помещениях с дистанционно управляемых боевых модулей, а также пилотируемых и беспилотных воздушных и наземных систем. Процесс наведения осуществляется с помощью полуактивной лазерной системы. На испытаниях новый боеприпас удачно поразил мишени на дальности 2500 метров. ШАМ САУ ДАНА М2 А это самоходная гаубица, разработанная компанией Excalibur Army, за испытания которой уже взялись вооруженные силы Украины. Планируется, что колесная САУ ДАНА М2 сможет заменить буксируемые гаубицы Д-20 советского производства. Оба орудия применяют одинаковые снаряды, что должно упростить логистику. При этом отмечается, что с тем же снарядом чешская самоходка имеет большую точность и дальность стрельбы. Еще нельзя не выделить, что на подготовку САУ ДАНА М2 к ведению огня необходимо меньше времени. СИТ-2 Ударный вертолет Т-129 Атак Представляет собой лицензированную копию итальянского вертолета АВ-129 Мангуста 80-го года. Впервые А-129 Мангуста совершил полет в сентябре 1983-го. В общей сумме было произведено 60 вертолетов для итальянской армии. В Т-129 установлено два двигателя LHTEC CTS-804A, что позволяет ему развивать скорость до 270 км в час при боевом радиусе 561 км. Потолок 6 км. На вооружении вертолета имеется стационарная 20-мм трехствольная автоматическая пушка, а также подвесные установки для различных типов ракет. Продолжение следует...